Здравствуйте дорогие друзья, гости, ну и конечно же подписчики моего канала, с вами Нестер Геннолик и сегодня мы посмотрим одно из самых фантастических мест на нашей планете, а это горы под названием Тадрарт, Акакос. Что это такое? Это горный массив пустыни Сахара на территории Ливии, расположен к востоку от ливийского города Гатт и тянется на север вдоль границы с Алжиром, примерно на 100 километров. Слово Тадрарт означает гора на языке Тамахак Туарекской группы. Вот он этот городок Гатт, вернее начало. А теперь мы давайте посмотрим самые фантастические горы и я думаю вы таких никогда не видели и даже представить себе не могли, что такое может вообще существовать на нашей планете. Давайте начнем с самых простых и продолжим до самых сложных. Посмотрите, какие холмики интересные и странные, не правда ли дорогие друзья? Вы когда-нибудь такие видели или могли представить, что могут быть такие горы? Вот как могли образоваться эти горы? Я понимаю, я надоелся этим словом. Энтрузия, столкновение плит тектонических. Да, конечно, маленько ерничаю над официальным объяснением. Но как можно объяснить возникновение от именно таких гор? Воздушная эрозия, водная эрозия. Как они могли так появиться здесь? Эти кучки. И так растрескаться полигонально. Идеально. Давайте еще пару мест с высоты более километра рассмотрим их. А далее посмотрим фотографии, как все это на самом деле выглядит. Из чего состоят эти горы. Не правда ли фантастик, дорогие друзья? Да, тем более посмотрите, эти кучки полосами еще расположены. Имеют какое-то направление свое. Странно, не правда ли? А также часть полос, посмотрите, пересекает поперек. Имеет такую же структуру. Да, что я могу сказать. У меня иногда фантазия заканчивается. Хотя я еще тот фантазер, дорогие друзья. А теперь давайте посмотрим интересные фотографии этого места. Вот эти кучки, как более детально выглядят. Посмотрите на все это внимательно. Фотографии, как видите, здесь предостаточно, чтобы мы могли понять, как на самом деле эти горы выглядят. Что это за холмики небольшие? Для меня остается загадкой. А я думаю, так же и для вас это останется загадкой. Так как официального объяснения этому нету. Этим холмам, этим горам. Я вам обещаю, дальше будет гораздо интересней. Мы увидим настолько фантастические формы этих гор, что волосы на голове дымом встанут. Что такое вообще возможно. Посмотрите, как более детально все это выглядит. Знаете, даже планета Марс со своими фантастическими ландшафтами здесь никак не может сравниться. Также попрошу обратить внимание на равнину. Посмотрите, как равномерно камешки здесь уложены. Также одна из интереснейших фотографий. Мне очень понравилась форма песка. Акакус. Вот такие вот горы Акакус, дорогие друзья. А мы давайте дальше продолжим наше виртуальное путешествие вдоль этих гор. Посмотрим, что я тут интересного наглядел. И что я вам обещал фантастическое показать. Так, давайте для этого повыше приподнимемся. Чтобы проявились у нас гораздо больше фотографий. И везде посмотрите. Такая странная корочка. Похожая на кожу крокодила. Странные холмики. Вот на этой фотографии. Также можно детально рассмотреть, из чего состоят эти горы. Посмотрите, какие черные-черные камни. Интересно, а чего они так почернели? Как вы думаете? Пишите в комментариях свои мысли. Ну а мы дальше продолжим наше путешествие. По необычным горам Ливии. Так, давайте повыше приподнимемся. Окинем взор взором территорию нашу. Что тут можно рассмотреть? Посмотрите, какие тут необычные арочки. Какие формы этих гор. Вот как такие горы получаются у нас. Водная эрозия, воздушная эрозия. Интрузия. Столкновение тектонических плит. Или может быть что-то другое. Посмотрите, какая интересная корочка на этих горах. Посмотрите, сколько туристов здесь ездит. Это место правда фантастическое. Если уж привлекает настолько много туристов сюда. Давайте еще раз арочку эту рассмотрим. Но только немножко поближе. Посмотрите, какие фантастические формы. Да. Как видите, даже кое-что из растений здесь растет. Интересно, как это все выжило здесь. Так, ну а мы дальше давайте продвинемся немножко. Порассматриваем фотографии. Полюбуемся необычными формами этих гор. Также погадаем, что это такое может быть вообще. Да, к сожалению, скорее всего, мы все фотографии не сможем рассмотреть. Здесь при приближении и отдалении новые появляются. Старые исчезают. Вот также арочка интересная. Также, если внимательно ее рассматривать, также увидим необычную корочку на ней. в форме крокодиловой кожи. Гранд Арка. Да. Так, опять давайте приподнимемся. И посмотрим уже те меточки, которые я вам для вас приготовил. Меточка ПИГ. Переводится, скорее всего, как свинья. Какие интересные геоскульптуры создает природа. Ну, и вправду ничем от свиньи не отличишь. Или от кабана. Разницы нет, я думаю. Да. Можно с другой стороны или поближе рассмотреть. Эту свинью. Ну, или кабана. Ну, посмотрите. Более с близкого расстояния. Так же интересная структура этого камня. Да и сама по себе геоскульптура очень фантастическая. Вот еще одна из необычных фотографий. Тоже посмотрите. На колоннах стоит каменное такое вот фантастическое изваяние. К сожалению, фотографии не очень качественные, но очень интересные. А вот одна из самых интереснейших геоскульптур в этом месте. Посмотрите, как на гриб каменный похоже. Давайте более детально его рассмотрим. Я уже как-то в своих видеороликах показывал эту геоскульптуру. Но я думаю, не помешает еще раз посмотреть. Давайте более детально рассмотрим ее. Посмотрите, ножка. Такое ощущение, что вспененная. Не правда ли? Похоже. Или похоже на пензу. То есть внутри она пустотелая. Одна из самых удивительных скульптур на этой земле. Это вот эта вот геоскульптура. Правда, название я ее не знаю, к сожалению. Так, давайте еще раз приподнимемся. Посмотрим. Меточки. Давайте с метки кожи. Что я тут необычного увидел. Также посмотрите, какая корочка интересная. Как она растрескалась. И очень-очень похожа на кожу какого-то ящера. Не правда ли похоже? Давайте еще одну фотографию посмотрим. Так же все необычно выглядит. Да, постоянно поражают мне виды на нашей планете. С каждым разом все больше и больше понимаю, что как я мало знаю о нашей планете, дорогие друзья. Очень мало. Я думаю, не только я знаю. Очень мало. Но и вы так же. Так, ну а мы еще раз давайте приподнимемся. Откинем взглядом наши горы. Приблизим. Посмотрим, что еще тут интересно можно увидеть. Так же еще один грибок, как видите. Так же интересные холмики. Идеально черного цвета. На магматические не похожи. Но нам все равно скажут, что это магматическая структура. Вулканы. Ничего большего. Хотя я вулканов здесь и не вижу. Арочек здесь очень много, дорогие друзья. Разнообразных. Как одинарных, так и двойных. Вот здесь я меточку оставил под названием арки. Давайте их более детально рассмотрим. К сожалению, сверху это ничего не видно. Эти арочки. А вот по фотографиям это отлично можно рассмотреть. Вот такие вот арки существуют в этом месте. Вот то же самое, но более с далекого расстояния. Как видите, вторая арочка появилась с мостиком. Вот еще одна. Фантастика, что я могу сказать. Вот двойная арка. Вот тоже самое, только другая уже фотография. Более с близкого расстояния. Так, давайте приподнимемся, посмотрим меточку под номером 3. Так, еще одна очередная арка. Меточка под номером 4. А это ущелье. Давайте ущелье посмотрим. Также, я думаю, интереснейшая фотография. Так, дальше продвинемся. Также и здесь необычная арочка. Также попрошу заметить, на левую сторону фотографии, посмотрите. Также внутри все пустотелое. То ли ветром выдувает, то ли водой, то ли может спенена эта порода. Кто его знает. Но выглядит удивительно все это. Да, какие огромные барханы в этом месте. Какие огромные кучи песка. Эти пески выше этих гор. Выше этих геоскульптур. Сколько песка на нашей планете, дорогие друзья. Ужас. А также глины. Все глины засыпано. И огромные территории в песке. Надо еще разобраться, откуда у нас на земле появилась глина и песок. Да, много разных вариантов есть. Как альтернативных, так и официальных. Но все они не выдерживают никакой критики. Слишком уж много песка на нашей планете. Вот такое вот место, любопытное, дорогие друзья, находится в Ливии. Также давайте меточку посмотрим под названием тыква. Я сначала принял это за конкреции. То есть круглые камешки. Но пригляделся, увидел то, что это... Это что-то связанное или арбузы, или тыквы, или дыни. Не знаю, конечно, что это такое. Но посмотрите, какое количество в этом месте. Этих кругляков. Этих шариков. Вот такое вот интересное место, дорогие друзья. Также давайте напоследок посмотрим и стену необычную. Какой она формы. И также, как я вижу, внутри она такая же вспененная, как и все остальные. Посмотрите, какая корочка в этом месте. Вот такое вот место, любопытное. Все сплошь изъедено коррозией, арками, пещерами и необычными пнями. Давайте посмотрим. Пенек. Вот здесь также странная гора. Похожа на вулканчик или террикон. Но если по фотографии смотреть, то можно, если пофантазировать, то вполне принять это за гигантский пень кремниевого дерева. Не правда ли похоже? Также посмотрите, отдельно стоящий. Ну и напоследок я вам хочу показать интересное ущелье. Вот эта полосочка. Это такое вот ущелье, как я бы назвал. И она, знаете, немаленькая. Раньше здесь река протекала. Но что меня удивило, это то, что она такая вот практически идеально ровная. Такое ощущение, что чем-то прорезали. Вот такие вот у меня наблюдения на сегодняшний день, дорогие друзья. А на этом я этот видеоролик заканчиваю. Надеюсь, он вам понравился и был полезен. А на этом все. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok